Привет пользователям ютуба, с вами Кинолайт. Знаете, я люблю сериал сверхъестественно, но всё же в этом сериале есть непростительные косяки. Когда-нибудь я их все перечислю, но сегодня я хочу заострить внимание на мнимых смертях братьев Винчестеров. Серьёзно, разве никто не задавался вопросом, сколько раз братья умирали? С каждым последующим сезоном из-за огромного количества смертей зритель не может сопереживать главным героем, потому что все знают, что смерть для Винчестеров лишь временное неудобство. Сейчас давайте вспомним, сколько раз умирали Сэм и Дин, и сколько раз смерть была у самого порога. Поехали! В первой серии второго сезона умирает Дин по причине остановки сердца, из-за травм, полученных от желтоглазого демона и столкновения с грузовиком. Дин оказался в больнице в состоянии комы. Благодаря своему отцу Джону, который пожертвовал собой, Дин всё-таки воскрес. Второй сезон, 21 серия. На тот момент мы ещё не привыкли к смертям главных героев, поэтому для зрителей смерть Сэма Винчестера была настоящим шоком. Один из особых детей вонзил нож в спину Сэма, в результате чего Сэм погиб на руках своего старшего брата. Страдания Дина по поводу смерти Сэма были очень трогательны. В итоге он не выдержал и заключил с демоном сделку, в результате которой Сэм ожил, а старший Винчестера подписал себе смертный приговор. В 11 серии третьего сезона Дин умирал, умирал и умирал из-за проделок фокусника. Причины были самые разнообразные. То его пострелят на деле, то он обтравится испорченным тако, то ему проломят череп топором, то он в душе поскользнётся, то на его пианино упадёт. Несмотря на то, что многие смерти выглядели забавно для зрителя, Сэму всё равно было не до свеселья. В итоге фокусник жалился над братьями и вернул Дина. Третий сезон, 16 серия. Дин Винчестер растерзан адскими псами. Эта смерть была мучительна и для Сэма, ведь он всё видел, но он был не в состоянии помешать происходящему. Дин весь год знал, что его ждёт, но когда его терзали адские псы, легче от этого знания ему не было. После смерти мы увидели Дина в аду, где происходило первое из множества пыток, которые прошёл Дин. Очень страшное и драматическое зрелище. В 15 серии 4 сезона умерли сразу два брата. Ладно, ладно, грубо говоря, братья не были мертвы, но призраками они были, а значит, в какой-то мере это считается, ведь так? В конце эпизода Сэм и Дин благополучно вернулись в свои тела, но если бы подручным Аластера удалось реализовать их план, то тел бы у Винчестеров не оказалось бы. В альтернативном будущем погиб Дин Винчестер от перелома шеи. Это было показано в 4 серии 5 сезона. В этом случае умер, так сказать, и наш Дин, но ведь в сути это не сильно меняет. Да и умер он не от Абыково, а от Люцифера в теле самого Винчестера. Такой исход мог ожидать его в конце 5 сезона, но Сэм смог вернуть контроль над своим телом и спасти брата. В том же 5 сезоне, но в 13 серии, Сэм и Дин отправились в прошлое, чтобы помешать Ангелу убить их родителей. В итоге Сэму досталось смертельное ранение. Он наткнулся на трубу, торчащую из стены, и умер бы, если бы Михаил не исцелил его. Что ж, Сэму повезло, что Михаил был союзником. 5 сезон, 16 серия. Оба брата погибли от огнестрельных ранений, которые им нанесли два охотника. Винчестеры оказались в двою, прогулялись там и в итоге вернулись к жизни. «Лебединая песня», 5 сезон, 22 серия. Героически погиб Сэм Винчестер, совершив прыжок в ад. Он спас мир от апокалипсиса, ведь в его теле находился Бецифер. Клетку он прихватил и Михаила, который был в теле Адама. Практически без сомнений он прыгнул в ад, хоть и понимал, на какие муки он себя обрекает. Вся серия очень трогательная, и я, честно, до сих пор не могу понять, почему сериал не закончился на ней. Естественно, Сэм вернулся, но его душа задержалась в аду. Нет сомнений, что это была самая героическая смерть за всю историю сериала. Шестой сезон, 11 серия. Дин добровольно решился на остановку сердца. Он сам решил ненадолго умереть, воспользовавшись помощью доктора Роберта, чтобы привлечь внимание смерти и поговорить с ним. Для большинства из нас 7 минут клинической смерти окажутся фатальными, но не для Дина. В 23 серии седьмого сезона Дин и Сэм наконец нашли способ убить главного Левиафана, Дика Романа. Но после того, как он взорвался, он утащил за собой в чистилище Дина и Касса. Целый год он боролся за свое существование, сражаясь с монстрами, которые в чистилище не давали ему покоя. В первой серии восьмого сезона Дин благополучно вернулся оттуда. Думаю, нахождение в чистилище тоже означает смерть, и это считается. Девятый сезон, первая серия. Из-за испытаний по закрытию ворот Ада Сэм попадает в кому. Врач сказал, что надежды на его выздоровление почти нет, и в скором времени он погибнет. Есть только один шанс помочь Сэму, это впустить в его тело Ангела. Так и произошло. В конце серии Сэм выходит из комы, Ангел пытается исцелить его полностью на протяжении многих серий девятого сезона. Девятый сезон, 23 серия. Дин пытается убить Метатрона, но Ангел наносит ему смертельное ранение ангельским клинком. Дин погибает на руках своего брата. Сэм относит его в бункер и вызывает Кроули. Король Ада ложит в руку Дина первый клинок. Дина живает и становится демоном из-за метки Каина. В 17 серии 11 сезона Сэм получает огнестрельное ранение и находится при смерти. В какой-то момент Сэм потерял сознание, и Дин подумал, что его брат погиб. В попытках спасти Сэма, Дин наглотался таблеток, чтобы договориться со Жнецом, поменять его жизнь на жизнь брата. Жнец говорит, что Сэм жив и зовет Дина за собой, но его вовремя откачивают врачи и в конце нас ждал хэппи-энд. Были серии, где в лапы смерти винчестеры подбирались слишком близко, но на них внимания я заострять не буду. По итогу мы получаем огромное количество смертей братьев, которые всегда заканчивались воскрешениями. Некоторые из этих смертей откровенная издевка над зрителями. Как мы видим, создатели ну очень часто злоупотребляли нашим доверием, которое теперь конкретно подорвано. Возможно, я что-то пропустил. Если это так, то пишите в комментариях, что именно. Надеюсь, вам понравилось данное видео, и вы поставите ему царский палец вверх. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВК, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok